Меня зовут Николай Ахмеджанов, я являюсь менеджером проекционного оборудования московской компании EPSON. Сегодня я здесь провели вебинар, посвященный профессиональным решениям компании EPSON на базе проекционного оборудования. В течение вебинара, когда мы будем задавать вопросы в чат, стараемся на них оперативно ответить. Я хотел немного рассказать о предприятии компании EPSON в России и странах СНГ, о том, какая функция у нашего представительства и какие функции мы отвечаем. Я решил не утомлять вас в истории компании EPSON. Я думаю, что многие слышали, достаточно интересная профессиональная японская корпорация, всю информацию в принципе можно найти. Что касается представительства EPSON в России и странах СНГ. У нас главный офис, отвечающий за развитие продаж, находится в Москве, отвечает за развитие продаж на территории России и странах СНГ. Также у нас есть небольшой офис в Минске и два больших офиса в Киеве и Алма-Ате, которые отвечают за развитие продаж непосредственно в Украине, в Алма-Ате. А также офис в Алма-Ате отвечает за развитие в Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ. У нас есть представители во всех регионах, во всех регионах в России. Это 7-8 регионов. В каждом крупном городе у нас по несколько человек. Нас достаточно много и работаем для того, чтобы помочь вам, нашим партнерам, в развитии продаж в том числе традиционного оборудования. Кроме того, у нас есть такой ресурс, как партнерская зона Epson. Это портал, на котором содержится интересная информация, интересная для вас, как для партнеров. Во-первых, там есть контактная информация о всех наших регионах. Во-вторых, у нас там выложены все рекламные материалы по всем категориям продуктов, и фотографии, и видеоролики, какие-то рекламные информации и так далее. Кроме того, там есть полная информация о партнерских программах Epson и также всяческая организационная информация. Какой партнер может на этой сезоне зарегистрироваться, получить пароль, вставить там свой аккаунт и иметь доступ к необходимым материалам в режиме онлайн на протяжении 2-4 суток. Соответственно, если вы еще не работаете с компанией Epson, хотели бы общаться напрямую, то добро пожаловать на сайт партнерской зоны. Московское представительство, как и наши филиалы в других странах, которые занимаются продажами оборудования напрямую, эту функцию выполняют наши поставщики. В каждой стране у нас есть как минимум один поставщик-дистрибьютор по проекционному оборудованию. В России это 5 компаний, в Украине и Казахстане у нас 2 компании. В остальных странах по одной компании, которая по проекционному оборудованию. В любом случае, полный партнеров-поставщиков вы можете найти на section.ru в соответствующем разделе. Поставки проекционного оборудования у нас максимальная. Большая часть поставщиков, достаточно большой ассортимент на складе, поэтому зависит только от сроков оплаты оборудования и доставки в вашей стране. Но если говорить о сроке поставки на склад-дистрибьютор, если вдруг товара не оказывается на складе в Москве или в городе, находится склад поставщика, то максимум 2 недели. Кроме того, у нас есть сеть сервисных центров, авторизованных сервисных центров по всему перечню оборудования Epson на территории России и стран СНГ. Общее количество центров составляет 325 на документ. Полный сервисный центр можно также найти на сайте Epson.ru для поддержки. Что касается сервисов, то здесь стоит отметить, что это очень сильно следит за качеством сервисного обслуживания. У нас все сервисные центры проходят раз в год. Кто-то проходит, кто-то не проходит. Если вдруг сервисный центр не соответствует каким-то стандартам, то он им теряет авторизацию. Помимо стандартной сервисной центровки, у нас есть специальные предложения пакета расширивания. Информацию о гарантийных обязательствах со стороны Epson вы можете найти на сайте Epson.ru в разделе поддержки. Там указаны сроки гарантии категории товаров. Что касается проекционного оборудования, мы с вами будем говорить о тяжелых инстанционных проекторах, то у нас на все ламповые модели официальная гарантия стороны Epson 3 года на проектор, либо 8 или 15 тысяч часов в зависимости от категории модельного ряда. Что касается наших лазерных инстанционных проекторов, здесь мы предлагаем уникальную гарантию. Обращаю ваше внимание, что без всяких доплат, это стандартная гарантия от производителя, она составляет 5 лет или 20 тысяч часов, то есть практически на весь срок проектора и его источника. Но это еще не все. У нас специальные сервисные пакеты расширенной гарантии, которые называются Cover Plus или еще есть Cover Plus 365, они представляют собой дополнительную расширенную гарантию для лампового проектора, ее можно увеличить до 5 лет, либо, что касается пакета Cover Plus 365, то он представляет заказчику и партнеру подменные проекторы. То есть, если проект содержит в себе какое-то определенное количество инстанционных проекторов Epson, то мы предлагаем дополнительный пакет, который включает в себя подменный проект, такой же, который и поставляет с того же поставку, и если это ламповый проектор, то это дополнительная лампа и фильтр. Все это оборудование подменное хранится на базе либо заказчика, либо партнера, и может быть использовано в любой момент. Если вдруг что-то происходит с одним из поставленных проекторов, то это, можно сказать, что это моментальная замена в течение кратчайших сроков. Пакет Cover Plus 365, в принципе, можно сказать, что он бесплатный, в наличии в проекте определенного количества проекторов. Но если вы хотите узнать побольше деталей, с какими моделями этот пакет действительно работает, можете обратиться к представителю Epson в вашем регионе. Мы вам это предоставим. Кроме того, в Epson есть предложение по демонстрации проекционного оборудования для партнеров и для заказчиков. Во-первых, у нас практически весь модельного ряда текущего есть на складе, который мы используем для демонстрации. Вы можете обратиться к представителю в этом регионе и попросить любую из моделей с текущего прайса для демонстрации либо вашим сотрудникам, либо какому-то конечному заказчику. Мы это все делаем бесплатно, в том числе подговоренности можем также бесплатно перевести в регион и показать это все на месте. И что самое важное, то что мы покупаем обычно не только оборудование, но и наших представителей, которые являются также еще и техническими специалистами, которые будут сопроводить конкурацию, то есть правильно проект строят, ответят сразу на все вопросы с нашей стороны, с нашей стороны заказчика. Ну и кроме того, у нас есть практика участия в всевозможных мероприятиях, которых необходимо проекционное оборудование в большом количестве. Если у вас есть предложение к нам, вопросы по поддержке, технической поддержке таких мероприятий, рады их рассмотреть. Кроме того, у нас есть предложение для тех партнеров, которые хотят иметь в своем ассортименте проекционное оборудование, для того, чтобы самим в любой момент можно было показать проектор заказчику, компания Epsom предлагает скидку 50% от рекомендованной роечной цены на проекторы из текущей линейки. Ну и естественно, как я уже говорил, все оборудование приобретается у наших поставщиков. Тут я вижу первый вопрос в чате по поводу аренды. Ну, для аренды мы также готовы рассматривать очень интересные, предлагать очень интересные скидки. У нас нет сейчас какого-то прям готового, я не готов назвать вам прям точный уровень скидки. Для компании, которые хотят приобрести проектор в аренду, но вы всегда можете обратиться к нашим представителям, мы готовы это обсуждать. Вообще, на самом деле, у нас достаточно долгое время на сайте. Страница, посвященная аренде проекционного оборудования, мы ее обновляем. В текущем месяце, в ноябре, мы ее обязательно обновим. Нет какого-то готового предложения для всех арендных компаний, поэтому мы просто решили сделать красивую с описанием преимуществ наших проектов для аренды. Формы заявки. Вы можете либо обратиться напрямую к представителю Эфи, наверное, быстрее и правильнее, либо дождаться, когда мы откроем эту страницу, запомните заявку, и мы ее наработаем и с вами свяжем. Вот. Ну, собственно, это что касается функций представителей. Теперь поговорим о том, какую поддержку оказывает Эпсум для своих партнеров и заказчиков. Ну, естественно, очень подробное описание проекционного оборудования на сайте Эпсум.ру, где можно посмотреть характеристики, проекторы, его описание, сервиси, функции, условия гарантии и так далее. У нас есть руководство пользователя многостранилища на русском языке, которое также можно скачать на сайте поддержки. Ссылки на эти могут также найти на карточках по каждому проекту на общем сайте.ру, собственно, в этих мануалах подробно описывает весь функционал, как использовать ту или иную функцию в детали. Также для проектов, когда вы выбрали какое-то проекционное оборудование, мы можем предоставить более подробную информацию по габаритам, размерам оборудования. Для этого у нас есть файлы кат-описания по каждому инсталляционному проектору, объективу и так далее. Кат-описания мы пока решили не выкладывать. Они доступны по запросу у наших представителей. Если у вас необходимость таких файлов, пожалуйста, обращайтесь. Вопрос по поводу скидки 50% в программе. Надо сказать, что условия для получения этой скидки у нас единственное, это то, что вы не продаете в течение как минимум года, используете его в начале. показываете его клиентам, может быть, сами используете как-то, но там продажа. Считается скидка от рекомендованной цены. От рекомендованной рожей цены можете найти либо на сайте на нашем эксен.ру, либо запросить прайс-лист у одного из наших поставщиков, либо напрямую у одного из наших представителей, который вам прайс-лист предоставит. Для того, чтобы получить скидку, опять же, обращайтесь либо к нашим поставщикам. Список поставщиков был на одном из моих файлов, либо на сайте эксен.ру, либо представителям опять же эксен, которые вас с этими поставщиками связывают. Итак, дальше несколько проекционных калькуляторов, их можно скачать на сайте эксен.ру. Проекционный калькулятор универсальный для всех категорий проекторов эксен, для всех моделей. Есть отдельный калькулятор для домашних проекторов, где-то все упрощено для пользы, которые используют домашние проекторы, либо наоборот, более сложный и более информативный проекционный калькулятор для институционных проекций. Все калькуляторы можно скачать на сайте поддержки, они есть на сайте онлайн, либо можно скачать файл на компьютер и использовать калькулятор автономные. Я говорил, что у нас есть мануалы с подробным описанием функционала, но также мы понимаем, что мануалы иногда, точнее, даже не иногда, очень часто просто не хотят пользоваться ими. У нас есть краткие руководства по постребованным функциям настройкам инсталляторов. У нас есть руководство по цветокалибровке инсталляционных проекторов и полшивке по использованию функции Edge Blending. Вот эти также на сайте не держим, но есть возможность запросить их у наших. Помимо онлайн материалов у нас есть также печатные материалы, это всяческие каталоги, буклет. У нас есть большой каталог по всем бизнес-проекторам и есть каталог, посвященный инсталляционным проекторам с лазером и с точеком света. Эти материалы также можно запросить либо у наших поставщиков, либо у представителей. На сайте также есть много полезной информации, в том числе многочисленные истории успеха пользованием проекционных в том числе большая часть из этих историй привязана к реальным пользователям в России и странах СНГ. Много есть примеров использования наших инсталляционных проекторов за рубежом. Также, пожалуйста, пользователь информации есть на сайте. Помимо этого есть для пользователей смартфонов от Apple пока что только. Приложение называется Epson Projector User Case Study. Это приложение можно бесплатно скачать пока что приложение в котором содержится информация о наиболее примерах использования именно инсталляционных проекторов Epson по всему миру. Очень много примеров использования из Азии, из Китая, также есть примеры из Северной Америки и из Австралии. Там есть описание короткое о проектах и сейчас название заказчиков, а также фотографии по некоторым историям. приложение можно использовать мобильное общение с заказчиком на его территории для того, чтобы как можно наш проект использовать. Ну и также у нас есть очень интересный мощный полезный ресурс называется OnoCademy. Это платформа онлайн обучения, которая доступна также для всех наших партнеров. Адрес электронный сейчас на слайде по этому адресу пройти, зарегистрироваться, опять же создать аккаунт и обучающие курсы по любой категории продуктов, в том числе по проекторам. Вы проходите курсы получасовые, дальше вы отвечаете на вопросы в тесте и прохождение теста это показ о том, что вы авторизованы по той или иной продукте. То есть у вас есть подтверждение того, что вы подкованы. Естественно, сразу оговорюсь, что академия онлайн ресурс полезный, но там, конечно, не весь перечень информации, там нет каких-то тонких технических информаций, там в основном такая маркетинговая информация. Поэтому, естественно, если вы технически работаете со сложными проектами, то, конечно, желательно углубленное обучение у наших специалистов. Ну, опять же, можно такое обучение организовать в вашем регионе. Обращайтесь к нашим институтам. Ну, и также у нас есть информационная рассылка для партнеров по проекционному оборудованию. К ней можно подписаться у нас. Теперь переходим с вами непосредственно к самому проекционному оборудованию компании Epson. Здесь небольшое вступление, пару слов о том, что из себя представляет на рынке проекта. Компания Epson является лидером по производству и продаже проекторов во всем мире на протяжении практически 15 лет. По данным за 2015 данным компании FutureSource доли компании штучного выражения более 30%. Практически эти продаваемые проекты во всем мире это проекционное оборудование компании Epson. Ну, сразу, конечно, оговорюсь, что сюда в эту статистику входят все проекторы, в том числе проекторы начального уровня и пикопроекторы, но и какие-то тяжелые инсталляционные, в том числе проекторы для сегмента сфорового кино. Поэтому мы сегодня с вами будем выкаривать о тяжелых инсталляционных проекторах, что этот фактор способствуют учитывать. Основные факторы, которые позволяют Epson добиваться таких показателей, это действительно очень короткие показатели, потому что рынок проекционного оборудования очень сейчас насыщен. Я думаю, что вы все это прекрасно понимаете, потому что все здесь, я думаю, участники это специалисты. Вы знаете, то, что на рынке существует порядка 15-16, от игроков, предлагают очень хорошие качества можно удерживать первое место в протяжении такого долгого времени. Но у нас есть несколько критерий, которые позволяют показывать. Во-первых, Repson это компания, японская компания Innovator, которая делает ставки на собственные технологии. Вот существует такой список из самых высокотехнологичных компаний, по количеству запатентованных технологий. Компания Epson, как я помню, я смотрел последний раз список, год-два назад входила в 20-ку, а то и в 10-ку. Иснением этому является собственная технология проецирования, которую используют во всех проекторах Epson. Это технология 3LCD. Компания обладает патентом на эту технологию, и многие производители наши конкуренты также своих проекторов матрицы компаний Epson. Ну и еще один момент, который очень важен для лидерства, это собственная разработка Epson делает проекторы, убирает их только на собственных заводах. Основные ключевые элементы, такие как 3LCD-матрицы, поляризаторы, лампы для лампов проекторов Epson делает сам. Также это высокая надежность, которая под временем пригласит вероятно какой-то известный бренд, который удерживает первое место продажи на протяжении такого длительного периода, мог бы такой результат показывать, производя некачественные продукты. Ну и широкий модельный ряд. У нас в ассортименте сейчас наконец будет порядка 90 позиций, это только продаж. Я еще не считаю дополнительные опции, активы и так далее. Модельный ряд действительно самый широкий среди всех производителей. Может быть некоторые могут помериться с количеством моделей, но именно по широте представленности в каждом сегменте на рынке наверное я не знаю таких производителей кроме EPSO. Внимание заслуживает то, что в наших проекторах используется только проекционное оборудование в LCD, а это означает что в каждом проекторе как минимум три матрицы используют. Преимущество использования трехматричной системы проецирования высокое качество изображения это означает то, что яркость высокая будет не только по белому и по всем остальным цветам это более качественная передача отсутствия эффекта радуги и более высокое использование энергии это важный фактор который наверное можно назвать ключевым для компании на рынке проекционного оборудования это и касается профессиональных инсталляционных проекторов потому что на рынке представлено много производителей сейчас и большая часть это все-таки проекторы на технологии DLP я уже упомянул показатель яркости показатель который несколько компаний приняло на вооружение несколько лет назад в 2009 году и на нашем сайте во всех спецификациях вы можете увидеть показатель яркости не только по каждому проектору но и показатель яркости при использовании трех матриц 3 LCD или 3 DLP проектор стала ярко всегда равна яркости для проектора которые из одной матрицы между собой отличаются потому что на определенное время попадает не сразу все цвета попадает на экран попеременно вот преимущество как раз заключается в том что у нас по качествовой яркости он по уровню что и яркость полголового цвета еще одно преимущество это собственное производство как я уже говорил элементы собираются на заводах Epson два больших завода на которых происходит сборка непосредственно ЖК-матрицы я уже говорил ЖК-матрицы для проекторов не только компании Epson но и также многие наши уважаемые конкуренты используют что говорит опять же о доверии качеству и производство непосредственно самих аппаратов происходит в заводе в Китае это самый большой проекторный завод в мире на сегодняшний день 8000 устройств в день возможности производства но это еще не все открылся завод в Филиппинах который недавно начал расширяться в связи с заводом новых лазерных инструкционных проектов ну и также одно из наших ключевых преимуществ это очень модельный ряд у нас есть две большие линейки проекционного оборудования Epson самый сейчас известный популярный производитель проекторов для дома сортимент домашних пользователей от универсальных проекторов разрешения до самых продвинутых ХН проекторов ХН-4К лазером и тортик света есть большой выбор проектов образования в том числе универсальные проекторы самых доступных проекторов на рынке с технологией есть большой перечень проекторов для образования короткофокусные ультра короткофокусные интерактивные проекторы которым кстати Epson также номер один с долей более 60 сейчас по продаже во всем мире есть линейка самых тонн в мире мобильных проекторов толщиной корпуса 40 метров яркостью 3000 люмен я сейчас не беру в расчет пика проектора но яркость модели на следующий день сравнима с тем что предлагают ламповые есть настольные проекторы с весом меньше 4 килограмм яркости и очень большой выбор инсталляционных проекторов не пойдет речь ну и давайте непосредственно перейдем к тем решениям которых мы хотели сегодня рассказать и с вами поговорить компания Epson на мировом рынке проекторов известна давно как лидер но инсталляционных проекторов инсталляционными проекторами сейчас 5 моделей с яркостью более 4000 люмен там еще можно добавить фильтр по весу проекторов обычно инсталляционных проекторов превышает 5 килограмм на этом рынке история компании начала активно развиваться только наверное в 2008 году у нас появилась линейка инсталляционных проекторов 5 тысяч тогда максимальная яркость аппарата достигала чуть более 5 тысяч люмен годом позднее у нас появились новые инсталляционные проекторы Z это были помимо того что самые яркие проекторы и тогда максимально 7 тысяч люмен это были еще и первый проектор Epson который сразу две лампы спустя у нас была опущена серия максимальная яркость всегда от 10 спустя яркость была увеличена на еще одну люмен но и в этом году Epson впервые предлагает проекторы с яркостью 5000 люмен как видно из этого слайда 2016 год можно смело назвать революционным для нашей компании в этом сегменте потому что Epson сделал огромный скачок в этом направлении предлагая не только максимальную яркость проекционного оборудования но и впервые предложил бизнес проекторы с лазерным инсталляционные проекторы за время продавались достаточно хорошо были востребованы на рынке основные наши клиенты это в первую очередь образование это рынок на котором Epson благодаря очень качественным решениям с ней ульткаракофоксной оптикой интерактивным встроенным проектом также у нас хорошие позиции в бизнес сегменте коммерческие заказчики конференц центры зал комнаты и так далее мы постепенно наращиваем наши рынки культурных учреждений это театры это участие во всяческих выставках и так далее ну и совсем новые можно сказать направления на которые мы сейчас активно выходим это рынок аренды который нам сейчас в первую очередь интересен рынок симуляторов достаточно такой нешел но тем не менее там тоже очень хороший спрос и также рынок наружной рекламы в ответственных местах и рынок даже не то чтобы рынок а это организация всяческих предприятий таких как например круг света всяческие фестивали где востребовано проекционное оборудование те сегменты которые мы сейчас хотим полноценно вот ну и в качестве истории я приведу несколько примеров самый яркий свежий пример это контракт компании Epson Европа и компании LAN дистрибутора аудио-видео оборудования помимо того что они из крупнейших прокатчиков в Европе проекционного оборудования контракт который был заключен летом этого года включает покупку 175 лазерных проекторов Эпсона из новой линии в том числе 25 моделей 25 моделей Epson Business L25000U это самый яркий проект с ярким 25000 рублей на лазерном успешнике этот контракт знаковый для нас потому что LAN является одной из самых уважаемых компаний на своем рынке компания немецкая которая очень трепетно относится к качеству продукции они выбрали Epson в качестве своего основного продукта говорит мне о многом ну и несколько примеров использования по всему миру например музей в Китае проекторы используются в музее проекцируют на стену и на пол изображение есть необычный проект из Германии использование проекционного оборудования институционного проектора G-серии с корткофокусной оптикой в спа салоне где проектор создает такую панорамную проекцию на потолок и на пол создавая эффект присутствия есть примеры использования наших проекторов панорамной проекции это сигаретная фабрика в Китае опять же пример использования в университете в Австралии где шифер работают опять же здесь обратите внимание то что наши проекторы можно и нужно при решении задач потребуется шифер изображения внахлёст просто я слышал несколько заявлений от своих коллег и от партнеров о том что якобы ЖК-проектор не подходит на эти задачи на самом деле это подходит если у кого-то есть активный опыт то возможно такая проблема была несколько лет назад возможно вы использовали проекторы других производителей потому что помимо матриц ЖК-компании Epson есть еще другие производители и скорее всего опыт был именно с ними что касается проекционного оборудования Epson давно используются при решении таких задач и проблем обычно ну и вот еще одно подтверждение свежий проект в аэропорту Пулково наши проекты G 6000 используются при создании тренажера авиадиспетчерской луны создавая панорамную проекцию всего там 7 или 8 наверное проекторов ну и также наши проекторы можно и нужно для мэппинга который сейчас последние популярнее у нас есть пример использования для мэппинга даже в Белоруссии где наш проектор из этой серии фиксировали на здание здесь допустим использование чили где у нас проекторы были задействованы вот еще вопрос чат ли что у вас встроенная камера контролирует передачу пришивки да это действительно так я больше расскажу об этом на последующих слайдах это касается только лазерных проектов но это не значит что только лазерный проектор можно обойтись в принципе и без камера просто процесс делает более простым и быстро ну и заключение несколько пару историй успеха это в Израиле где наш проектор на потолок это обратная проекция которая создает эффект звездного неба и еще один проекции это музей парка горького который открылся год или два а там наш проектор институционно используется для проекции на стены и также интересная проекция на объемный макет горького с помощью проектора как менялся как менялся облик парк в течение всей своей истории ну и теперь непосредственно перейдем к обзору модельного ряда основных проекторов у нас в ассортименте пока что большая часть представляет свою лампу проекторы я думаю что они в ближайшее время у нас в ассортименте останутся это связано как и со стоимостью потому что лазерные проекторы стоят дороже благодаря своим качествам ну и пока что это только первый опыт компании на рынке лазерных моделей вот и собственно они еще будут развиваться так еще один вопрос сшивка проекторов стандартная функция ваше специальное ПО вот хороший вопрос спасибо Сергей в отличие от наших конкурентов функция Edge Blending для сшивки изображения у нас встроена в сам аппарат для того чтобы воспользоваться не нужно подключать какие-то дополнительные стоимости компьютера не нужно никакой подключения у нас это стандартный функционал который входит в стоимость проектора расплачивать ничего не нужно как это все работает работает все замечательно хорошо я лично много раз использовал сшивку причем у ламповых моделей и все работало отлично если хотите в этом убедиться опять же напомню о том что у нас есть весь перечень оборудования в том числе специальный проектор для демонстрации для бесплатной демонстрации так ламповые модели представлены серии Epson Business 4T проектор яркостью чуть более 5000 лумен EG7000 это все еще одноламповый проектор с яркостью до 8000 лумен серия Epson Business Z это аппарат с двумя лампами до 11000 лумен лазерная линейка наших проекторов стоит сейчас из шести моделей с яркостью до 12 лумен и отдельного внимания заслуживает проект L25000U с яркостью 25000 лумен о котором я отдельно также сегодня обязательно рассказывал хоть несколько слайдов с перечнем моделей и основных характеристик не буду застрять на каждой характеристике в случае эта презентация она доступна вы можете попросить либо у представителей AV Club либо у нас напрямую мы обеспечиваемся ничего секретного нету основное модельный ряд серии Epson Business это такие проекторы инсталляционные начального уровня из трех моделей отличаются они между собой только разрешением яркостью отличительной особенностью является то что двигает при этом диапазон этого сдвига значительные практически половина высоты экрана и у модели XGA порядка 40% от экрана вправо-влево достаточно компактные 6 килограмм встроенный динамик так еще один вопрос будет реализована возможность шибки изображений к примеру интерактивных проектов их брендов спасибо за вопрос тоже хороший хотя мы сегодня обсуждаем инсталляционные проекты но что касается у нас будет обновление модельного ряда уже в январе у нас модели все они интерактивные все они будут создавать возможности шибки создания единого интерактивного пространства с помощью двух проектов мы с вами идем дальше модельный ряд серии G7000 состоит из шести моделей половина из модельного ряда обладает матрицами с оригинальным разрешением WG это 1920 на 1200 но это еще не все данные модели используют фирменную технологию по K-Enhancement технология позволяет увеличить реальное разрешение изображения проектора в четыре раза и в общем-то по цене 4K проектора технология использовала Сепсон начала использоваться год или два назад когда у нас появился первый лазерный проектор для дома в общем-то практически это она была немного переработана как работает технология я расскажу на одном из последующих слайдов но самое здесь это то что это полноценные 4K проекторы которые способны как сигнал с разрешением 4K и без искажения его воспроизводить так и наверное это самое важное то что проекторы преобразовывают сигнал разрешения 1080 до 4K потому что почему это важнее ну как вы знаете на сегодняшний день достаточно мало функционального 4K контента и в основном конечно заказчик ну максимум разрешения 1080 там с помощью этой функции можно реально увеличить репт распорожения и это будет заметно на больших экранах опять же помимо здесь речь идет еще о сетке на изображении если заказчик использует большой экран то даже с высоким разрешением таким как P W с близкого расстояния сетку можно до некоторых как принципиально если использовать проекторы с 5K enhancement то даже с близкого расстояния пользователей не увидят и это на самом деле огромный плюс то что в этом сегменте никто из других производителей технологии не использует что касается реальных аппаратов с матрицей то стоимость их в разы больше просто не сравнивают дорогие аппараты естественно проекторы серии G7 поставят пункт двигать объективы достаточно широкий диапазон в отличие от 2000 здесь объективы сменные Epson предлагает линейку объективов я более подробно о них расскажу проекторы серии Epson Business это инсталляционные проекторы которые используют современно две мощные лампы модельный ряд стоит из 8 проспочтение из 6 моделей с яркостью от 8 до 11 есть также сменная оптика широкий объективы объективы что касается серии G7000 и серии Z все оптика моторизованы объективы можно удаленно либо с помощью культуры сетон управления либо с помощью компьютера и модельный ряд лазерных проекторов новинки обладают 6 моделей все лазерные проекторы обладают матрицами с оригинальной модельщики WDUXGA и технологией по кейн-хенсону то есть в сегменте Epson предлагает только 4К проекторы с самым разрешением на сегодняшний день яркость лазерных проекторов 12000 люмен в основной линейке и 25000 люмен аппарат тоже с лазером источником света также опциональная оптика которая кстати такая же как и для серии G7000 то есть используют те же самые помимо всего прочего здесь у нас есть аппараты как в белом так и в черном цвете в проекторах серии Pro из этой линейки добавлены новые интерфейсы о них я тоже более подробно расскажу если говорить в целом о куче линейки проекторов Epson то можно выделить три основных цели в которых наши основные преимущества первое это высокая надежность конечно в первую очередь идет у лазерных аппаратов которые могут работать в принципе без технического обслуживания на протяжении каких-то тысяч часов Epson в отличие от остальных производителей лазерных проекторов для производства основных элементов используют только неорганические материалы я сейчас более подробно расскажу именно и что это дает на выходе это качество изображения еще раз напомню то что все инсталляционные только трехматричные у нас нет одноматричных или тем более ЖК одноматричных аппаратов только матрицы у нас широкий модельный ряд с яркостью до 12 сегмент на самом деле до 25 большая часть проекторов оснащены матрицами NWJ и используют технологии Focaine Cancer то есть это 3К аппаратов ну и естественно одно из основных возможностей установки это опциональные объективы широкий в том числе ультро-кальтофокусный объектив 35 и возможность работы практически в любом положении под любым ну давайте поговорим о каждом отдельном пункте более подробно все мы с вами на одном рынке видим что происходит все наметили что в этом году на высшем в Амстердаме все серьезные производители оборудования инфляционный проектор с лазером и сольщиком свет это в том числе тоже есть но Эпсен это единственная компания которая представила лазерные проекторы исключительно существующие неорганические материалы для ключевых элементов в любом проекторе можно назвать два это собственно сама матрица где Эпсен использует неорганический выравнивающий слой и второй элемент это люминофор который используется для преобразования в желтый большая часть не большая часть производителей кроме Эпсен используют для производства люминофора в том числе органический элемент естественно все используют фосфор что по сути уже органический элемент но помимо фосфора на люминофоре есть очень важный элемент это связующее звено связывает между собой частички фосфора и закрепляет их на поверхности люминофора все производители используют молистое вещество оно отличается конечно даже сами производители фосфорных колес у всех Эпсен единственный кто для скрепления фосфор на поверхности использует вещество на базе церия который является неорганическим материалом который обладает очень хорошими свойствами для защиты от высоких симптомов калетового излучения речь идет о использовании проектор продолжительное время если сначала на качестве использования вот эта разница не скажется то в течение времени при использовании органических материалов образуются пробелы между частичками фосфора и теряются такие качества минофора как эффективность отражения света ну и естественно цена цветопередачи поэтому при использовании органических материалов у остальных производителей со временем цветопередачи качество упадет при использовании неорганических материалов как минофор и эпсен качество высокое останется на протяжении всего срока пункта вопрос так ли это важно если колесо все равно вращается это важно потому что да конечно колесо вращается охлаждается любой производитель люминофор со временем теряет свои качества и у него тоже есть определенный ресурс вообще конечно если говорить о ресурсе любого лазерного проектора здесь все вспоминают только лазерный источник но не все задумываются о том что в проекторе есть элемент который со временем изнашивается это оптический блок например это лт-проектор или зеркальный фильтр как в лсд-проекторе тоже конечно изнашивается если допустим у вас твой срок отработал или даже если даже лазер не отработал что-то из этого может раньше выйти из строя и тогда соответственно тоже потребуется замену этого элемента поэтому конечно да это важно и это связано с гарантией которую я сейчас расскажу то есть это имеет большой для надежности проектора вот причина для использования органических наших проекторов она очевидна потому что неорганические материалы обладают более высокой сверху и термостойкостью в отличие от органических материалов устройство лазерного проектора Эксен оно схоже с устройством любого лазерного проектора другого производителя используют для генерации света лазерные диоды которые генерируют синий свет один блок диодов включает за синий цветное изображение второй с помощью как раз лиминафора который я рассказывал преобразуется в желтый ну и соответственно дальше с помощью системы фильтров которые в ЖК проекторах представляют собой систему зеркалки обычно определяют цвет на составляющие красные зеркалки синий благодаря тому что в проекте используются неорганические материалы лиминафор Эксен это единственный производитель лазерных проекторов который предлагает гарантию 5 лет или 20 тысяч часов для того что наступит раньше это уникальная гарантия я обращаю ваше внимание что здесь речь идет о стандартной официальной гарантии от производителя это не какие-то дополнительные пакеты которые нужно платить чтобы использовать проекторы допустим только условия эксплуатации нет это официальная гарантия на все лазер проекторы Эпсон и эта гарантия также работает при использовании 24 часа 7 дней в неделю у остальных производителей похожего оборудования гарантия 3000 часов 3000 3 года и допустим 5 лет и 15 тысяч часов но ни у кого нет такого сочетания 5 лет или 20 тысяч часов при этом у нас стандартно гарантия она распространяется не только на матрицы либо на точник света это касается всех элементов проекта если что-то выходит в строй течение Эпсон обязуется бесплатно за свой счет провести ремонт и одно из ключевых наших отличий от ну о преимуществах лазер и ламп было сказано я не буду здесь особо заставить внимание поэтому это ресурс лазер лазерный проектор как минимум 20 тысяч часов обычно ламповый проектор с такой яркостью стоит ресурсом где-то 2-2,5 тысяч часов при этом обычно яркости более 8 более 9 тысяч элементов ламповые иногда и 4 ламповые аппараты и лампы она увеличивает яркость она также увеличивается 20 тысяч часов для наших инсталляционных проекторов это минимум это означает то что работает это время в максимальной яркости то есть в максимально ярком режиме но продолжительность службы лазерного источника можно значительно уменьшить яркость самого проектора ну знаете что очень хорошая такая функция и отличие лазерных проекторов от ламповых в том что можно фиксировать уровень стелопотоков к процентам отношений к проценту в диапазоне от 30 до 100 процентов и таким образом например снизив яркость проектора на процентов можно значительно увеличить срок его кроме того в инсталляционных проекторах эпсон есть постоянная яркость этот режим позволяет зафиксировать яркость проектора в котором он проработает определенное количество времени а вот с подробностей то узнать что ламповые проекторы течением времени теряя свою яркость и тот ресурс который дают производители он вся какое время яркость проектора упадет ровно в два раза то же самое касается и лазерных проекторов лазерный источник со временем теряет свою мощность и яркость проектора снижается эти вот линии кривые графики снижение яркости они отличаются даже у производителя даже в одной модели зависит от условий эксплуатации в том числе благодаря этому режиму режим постоянной яркости можно зафиксировать определенную яркость аппарата допустим у вас проектор 10 тысяч льмен вы можете зафиксировать яркость на уровне 90% он будет показывать 9 тысяч льмен но он будет стабильно показывать в этой яркости ниже не выше на протяжении определенного количества времени спустя какое-то время естественно яркость будет снижаться новый вопрос это после уменьшения яркости в бою следует замена проекта или замена лазерного колеса лазерный источник света меняется то есть спустя заявленный срок не надо конечно выкидывать аппарат можно в сервисном центре будет заменить просто лазерный блок стоимость замены она незначительна относительно стоимости вот сейчас я не могу вам назвать конкретную сумму потому что до этого еще не дошли до этих кейсов когда обращались к нам заказчики расчеты есть я думаю что особенно с учетом 20 тысяч часов стоимость замены незначительна по поводу колеса обязательно наверное будет его менять спустя каждые 20 тысяч часов тем более что у нас колесо с неоргонистик 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 потребуется лазерный источник свет также об этом говорили то что если у вас ламповый проектор при выходе из строя лампы перестанет показывать проектор вообще лазерный диоды большое количество и даже вне строя одного из них продолжат работать помимо источника света в институционных проекторах Эпсон используется специальный фильтр с увеличенным сроком службы он также вставляет 20 в течение этого времени не требуется замена его чистка также ключевое отличие от остальных только проектор Эпсон обладает встроенными камерами для поддержания изображения в каждом лазерном проекторе Эпсон есть встроенная видеокамера эта камера отвечает во-первых за поддержание высокого качества изображения протяжении всего срока службы во-вторых эту камеру можно использовать при сшивке изображения так по первому пункту камера настраивается то есть пользователь сам меню выбирает количество времени через которое камера будет автоматически включаться допустим у кого-то 10 часов у кого-то 100 часов у кого-то 1000 часов после того как камера она считывает параметры изображения это баланс белого цвета это равномерность яркости в целом цвет передачи и приводит изображение в соответствии с заводскими такими чтобы все было отлично камеру можно использовать вручную ну и второй используется камера при сшивке при настройке изображения это делается один раз очень полезная вещь я сам уже попробую эту функцию камеру интересно когда вы используете для сшивки два проектора с разной яркостью это тоже возможно если это лазерный проектор эти два проектора рядом соединяете в одну локальную сеть по RG45 кабелю с помощью настроек запускаете эту функцию подстраивает оба проектора состетев камеры в течение нескольких минут яркость изображения идеально одинаковая на обоих аппаратах даже несмотря на то что разная яркость это реально работает и это очень удобно потому что упрощает работу инсталлятора вопрос ориентировочная стоимость лазерных проекторов Epson рекоментированная роечная стоимость проекторов основной линейки проектор с яркостью 6 тысяч элемент стоит чуть больше миллиона рублей старшая модель линейки с яркостью 12 элемент стоит порядка 3-3,5 миллиона говорю про рекомендованную рейх ну и подводя итог надежности лазерных проекторов Epson это проекторы очень яркие до 25 тысяч яркости это только трехматричные проекторы означает то что яркость высокая но и под одному изображению это использование долговечных источников свет лазерные диоды и фильтр 20 тысяч часов использование только неорганических материалов при производстве ключевых матриц и лиминофоров и это встроенная камера для автоматической колебировки проектов сам мог провести изображение в порядок все это в совокупности действительно позволяет нам говорить о концепции забыл здесь действительно не требуется не то что техническое в плане там прочистить фильтр поменять источник света это говорит отсутствие необходимости того что даже настроить проектор сам делает всю работу это удобно как вам нашим партнерам так и заказчикам нашим кстати заказчикам я думаю надеюсь они тоже у нас среди нас есть это действительно позволяет забыть о том что проектор требует какого-то настройки ну теперь давайте немного поговорим о проекте изображениях напомню что все проекты используют 3 LCD это три матрицы для воспроизведения изображения высокая цветовая яркость отсутствие эффекта радуги и очень высокая эффективность цвета красный зеленый синий проецируют на экран в одно ну и помимо всего прочего ЖК проекторы трехматричные имею ввиду обладают преимущественно перед одноматричными обращаю ваше внимание аппаратами в плане цветопередачи благодаря Эпсон предлагает более широкий тестовой охват по этому показателю одноматричный проектор с нами не сравнится я обращаю внимание что я говорю одноматричные проекторы потому что не все прекрасно понимаете что на рынке еще и 3DLP аппараты которые конечно достаточно большинны но стоимость у них также значительно отличается естественно высшую сторону Эпсон это не первая компания которая предложила лазерно-инстанционные проекторы но тем не менее мы вот в этом году только выше на рынок но уже сейчас в первый раз мы предлагаем самые яркие 3LCD как-то с лазерным источником в мире ну сейчас на данный момент это уже не 12 25000 потому что можно сказать что мы уже начали продажи проектора 25000 это самый яркий 3LCD проектор в мире ну я обещал рассказать о том как технология 4K enhancement которая позволяет делать из разрешения WXG реальной 4К вот ну также очень коротко для деталей разрешение увеличивается в 4 раза с помощью специального оптического прибора который установлен призмой с помощью этого прибора пиксели сдвигаются по вертикали таким образом их количество увеличивается в 4 раза и мы благодаря технологии получаем на выходе разрешение реальной 4К насколько это отличается первый вопрос отличается от изображения реальных 4К проектов я также уже слышал комментарии вот я лично честно говоря не сравнивал двух проектов оригинальное 4К не оригинальное отзывам опять же моих коллег так и Zepsen так и других компаний разница она малозаметна в том числе я это связываю с тем что на следующий день реально 4К контент его чувствует а при использовании контента 1080p при увеличении его в 4 раза с помощью технологии в проекте разница очень сильно заметна то есть реальность становится более четким и пиксельная решетка становится нефига так вот комментарии у коллеги от стояло хвату 1-1 точно депрак за это используется того коллеги да верно согласен заявление что охват проектора больше не совсем корректен но здесь я с вами не согласен потому что в любом случае какое-то коллекцо не использовалось дело в том что в использовании только одной матрицы у вас на определенное время на изображение попадает только изображение одного и в любом случае у вас яркость по каждому она будет сильно зависит от площади секретного колеса при использовании трех матриц каждый цвет красный зеленый синий основные они попадают на экран но это в первую очередь влияет на цвет поэтому здесь могу вам потом более подробно если будет интересно сказать о том почему одноматричный и трехматричный проектор отличается между собой поцепь передачи по-моему это такой вообще принятый факт о котором говорим не только мы производители трехматричных проектов но также производители матричных проектов в качестве в качестве примера я вспомню о том что есть у некоторых производителей проектов со съемными столовыми колесами есть два варианта столовый фильтр столовое колесо с прозрачным сегментом максимальная яркость которая заявлена допустим 8000 а есть столовый без прозрачного колеса но там яркость очень сильно падает там уже не 8000 а там 5 или 6 тысяч примерно но при этом как бы производители заявляют о том что вот для более качественной передачи мы предлагаем использовать без продажа если хотите максимально ущерб передачи используйте продаж сегментом но в любом случае сравнивать трехматричный проектор с определенной яркостью с той же яркостью и одноматричный проектор с очень важный очень важный момент что касается качества подражения это контрастность контрастность показатель который выше у микро теркальных аппаратов проекторов технологии DLP это факт связано с тем что ЖК-матрица работает на просвет всегда есть какие-то утечки при использовании микроскопических зеркал зеркало можно в сторону ловушки и пиксельный экран не будет лезть естественно здесь преимущество определенное оно все время присутствовало но технология движется вперед главные проекторы Epson пользуют ЖК-матрицу равнивающим слоем это во-первых который значительно увеличивает показатель уменьшает стоя потери при прохождении света во-вторых дорабатываются технологии которые связаны с ЖК речь о специальных фильтрах о оптической системе ЖК-проектора в целом все эти доработки нам позволили за последнее время очень серьезный показатель сейчас на экране представлены динамичные контрасты конечно полностью о возможностях проектора не расскажет здесь 20 миллионов к одному конечно такая смешная цифра но здесь все благодаря использованию лазерного источника если мы говорим о нативной контрастности матрицы была увеличена и здесь я тоже буду предложить оценить проектор сравнив с прошлыми бросами либо с конкурентами ну и что касается качества изображения в завершении скажу что у наших проекторов есть множество функций изображения функций которые пользуются далеко не эффективно которые полезно иметь это интерполяция кадров резолюшн вылучения разрешения ЖК панели можно выровнять пиксели если устраивать настройки однородцветы и так далее так и еще один пункт это возможности установки в которых у нас тоже очень хорошие преимущества если мы говорим с вами о лазерных проекторах то их можно устанавливать в принципе под углом под углом наклоном относительно любой плоскости ограничений никаких потерь яркости никаких в ресурсе их не существует для лазерных проектов единственное нужно оставить место для стиркуляции воздуха касается лампов проекторов то здесь наши аппараты могут работать под углом до 160 градусов относительно оси объектива сейчас на слайде также есть портретный режим могут работать на боку но при работе в портретном режиме яркость немножко снижается и так же снижается ресурс лампы для проекторов серии G7000 для работы в портретном режиме не требуется установка специальных ламп можно с основными что касается оптики у нас в связи с появлением новых моделей появился новый модельный ряд объектив что очень приятно и что стоит отметить для компаний которые занимаются арендой к новым подходят объективы от которые у нас продаются достаточно давно это важно для арендных компаний потому что при обновлении арендного парка проектов не нужно менять парк объектив как мы сейчас поступили с нашим демопарком мы решили купить только новые совсем объективы а при демонстрации подходит к оптике вот в наличии и отдельно внимание обращаем ультокаркопокус на объектив с проекционным отношением 35 к 1 это один из самых низких показателей на рынке этот проектор может проектировать большое изображение буквально с нескольких сантиметров уникальность оптики заключается в том что у него край изображения нижней или верхней проекта знает о объективе если у конкурентов также есть такая оптика но там допустим при похожем показателе фракционного отношения есть определенный что увеличивает необходимое для установки нужного размера изображения ну и также начинается с диклимзи вот перечень объективов сейчас на экране можно отметить только то что у нас во-первых у нас есть проектор без оптики у нас в любом случае с любым проектором в комплекте стандартный но опционально можно докупить по 9 разных объективов с проекционным отношением от 0 35 до 10 с лишним к 1 в общем это перекрывает большой диапазон на котором можно установить проектор кроме того при новой оптике есть функция памяти объектива можно запомнить позиции вся оптика естественно моторизована ну и отдельно обращаю ваше внимание то что вы работаете с конкретной моделью это проекторы L15 прошу прощения L1500U и L15 это проектор так как матрицы по размеру больше чем у вас у них во первых для тех же объективов отличаются соотношения вторых для них не подходит ультрафокусный объектив ну и собственно вот вызывают также на это обратить внимание при подборе оборудования ваше проект ну и здесь такой слайд который наверное остатки старых потом будет полезть в работе если вы сейчас у себя с проник также при работе с новой оптикой на экране проектора отражается положение объективов одной настроечной позиции что удобно в работе есть функция стартовая позиция чтобы объектив привести в центральную пункцию объектив меняется без инструментов обслуживается без отвертки просто одной рукой снимается откручивается новое никаких проблем по поводу интерфейсов ну про стандартный HDMI с дублировать я просто отмечу что важно в определенном сегменте такое мишевое в некоторых моделях интерфейс 3G SDI это передача HD сигнала на расстоянии 200 метров по кактингу кабелю интерфейс HDBST теперь у нас во всех институционных проектах это передача также HD сигнала до 100 метров по витой паре кроме того он предлагает свой HDBST трансмиттер который 100% работает с нашими моделями и также проекторы обладают эмуляцией команд проекторов других производителей то есть у вас есть проект где нужно поменять оборудование устарев конкурентов на наши проекторы то не обязательно менять инфраструктуру а наши проекторы поддерживают основные команды управления и это облегчит вам работу и уменьшит стоимость проекта интерфейс DMX ArtNet и в наших проекторах используется это касается только лазерных моделей это возможно проектором с помощью столовой консоли который который коннект остальные столовые устройства это стало возможным благодаря лазерному источнику цвета можно плавно поменять яркость изображения и естественно эта функция Edge Blending которую я уже сегодня упомянул функция которая еще раз повторю она абсолютно бесплатна это программное обеспечение это функционал самого проектора ее используют зайдя в меню проектора можно сшить неограниченное количество аппаратов диапазон точнее размер площади для сшивки у каждой стороне проектора составляет 30% в этом диапазоне можно сшивать несколько моделей и настраивать условное изображение функция Edge Blending у нас в поколении институционных проекторов была доработана настройки уровня черного цвета вот кстати тоже у ЖК проекторов абсолютно нет инструментов черного цвета пришивки но это абсолютно не так с такими проекторами был опыт работа у нас давно есть и все это хорошо работает предлагаю в этом самим убедиться мы можем вам оборудование показать ну и также было увеличено количество геометрической шифки в новых моделях помимо всего прочего проекторы у нас обладают широкими возможностями настройки геометрии отображения в целом это и проекторы углы естественно это проверки сферические проекции проекции и еще важный момент это все наши институционные проекторы они могут работать для создания 3D изображения 3D только пассивное то есть активного 3D изображения у нас есть модели другой линейки рассказать предложить отдельно вот что касается яркого изображения предлагаем использовать пассивного 3D то есть это два проектора в стеке а DeSepson предлагает но полноценное решение то есть у нас есть во-первых крепление стыковочной рамы чтобы соединить между собой и что самое важное мы предлагаем фирмы поляризации с помощью которой собственно и готовится 3D решение ну и опциональная что здесь наверное сейчас не хватает только серебряные экраны которые у нас пока с этим проблем на рынке нет серебря можно найти у многих пучков для отдельного внимания я хотел бы готовить модель Epson Business L25000 в начале день флагман всей нашей линейки традиционного оборудования это самый яркий проектор с яркостью 25000 элементов на технологии 3LCD слаждаемых точек света и этот самый яркий проектор за всю историю компании Epson все все то о чем я рассказывал уже касательно лазерных проектов L25000 так у нас еще один вопрос отвлекусь с Xtrone XTP ну и есть этого протокола Xtrone можно включить сеть управления и общие команды проекта распознаем это тоже все есть но я отдельно еще расскажу о программе спичей есть не только совместимость с производителя командами но и собственная система которая позволяет управлять продолжая разговор о 5000U это в общем тот же лазерный проектор но только на ноги для этой модели так как он использует как матрицы другого размера я думаю догадались для них существует отдельная линейка обстановок объективов в процентном отношении 0.6 до практически 11 к 1 это оптика отличается не только отношением но и тем что это реальные 4К объективы мои коллеги также рассказывали об этой тонкости дело в том что современная оптика большинства проекторов не позволяет полностью передать 4К изображение даже если проектор использует оригинальные 4К матрицы не все надо еще объектив который обладает соответствующей решающей способности вот для модели L25000 U предлагает как раз такие объективы которые обладают достаточным качеством для того чтобы раскрыть весь 5К и также обращаю внимание на показатели а точнее на два показателя проектора L25000 которые будут интересны арендным компаниям и яркости 25000 при том что проектор габариты значительно меньше чем габариты аналогичных моделей тем более ламповых проекторов даже аналогичных лазерных проекторов конкурентов внимание на вес он составляет практически 67 кг ближайший конкурент я имею ввиду по весу такой яркости и весит где-то наверное 70-80 килограмм ламповый аппарат я не говорю потому что там большинство вес составляет больше сотен килограмм поэтому этот проектор обходят для компаний которые занимаются аренды которые естественно могут тебе позволить в этом парке настолько яркий мощный автор и подтверждением всем сказанным словом является контракт с компанией Ланк которая закупает в дальнейшее время 25 таких парков в этом парке мы надеемся что в ближайшее время и компании в России и в СНГ тоже интерес имиду арендные компании потому что интерес в принципе уже есть проекты но хотелось бы еще с арендами компаний вопрос какая цена у этого аппарата я сейчас опять же напомню что мы говорим о рекомендованных рочных рочная цена на L25000 ущель составляет порядка 12 миллионов рублей что касается цены здесь мы видим цены аналогичные проекторы других производителей я могу сказать что мы в тренде мы дороже многих производителей есть производители которые дороже нас при худших характеристик но там где мы дороже мы обосновать эту разницу цен у нас есть преимущества уникальных преимуществ о которых я сегодня рассказывал в первую очередь это то что мы предпринимаем компания которая бесплатно предлагает гарантию на все лазерные проекторы 5 лет и 600 это говорит неудачно второе то что у нас все лазерные проекторы это 4К аппараты лазер производителей в которых 4К лазер можно взять пальцы на одной руки и в третьих нужно смотреть про камеру еще можно сказать вспомнить уникальная характеристика ну и мы готовы все время всегда рассмотреть и сравнить модели лицом к лицу то есть если у вас проект куда можно предложить этот аппарат либо любой другой наш обращение мы всегда готовы провести непосредственно сравнить предоставить аппарат тестирования чтобы вы сами посмотрели даже сравнили с конкурентом ну и всегда готовы наши наши подписчики обсуждать цены вот я специально сегодня не стал подробно разговаривать в нашей ценовой политике скажу только что этот вопрос всегда можно обсудить либо с нашими подписчиками либо информацию могут поставить продолжаем презентацию можно использовать например на бок либо при стреке нескольких проекторов сразу разъем набор интерфейсов исчерпывающий на мой взгляд здесь отмечу что никакие дополнительные интерфейсы допустим некоторых производителей в этом сегменте есть предложение отдельно купить какие-то достающие интерфейсы если покупать не нужно все уже встроено ну и также проект RL25000 стоит отметить то что он уникален и в плане надежности конструкции важные такие как блок лазерных диодов блок формирования изображений ЖК матрицы призмы и так далее они причем герметичны по отдельности этот проектор в принципе может работать и в условиях дыма не будет в лубе используются спецэффекты здесь стоит понимать что в таком случае проектор продвигается очень и здесь желательно хотя бы чистить фильтр 24 часа один раз просто сама конструкция и воздух в проекторе предусматривает то что при попадании пыли он сразу при попадании дыма он сразу выдувается из проектора но фильтр все равно естественно как вы понимаете нагружается и будет дополнительный обслуживание вот этот аппарат у нас тоже уже доступен к закупке мы очень рассчитываем надеемся на то что время будет интерес арендных компаний потому что обладает преимуществами на сегодняшний день также готовы работать во всех сегментах это мероприятий крупных и средних и малых это культурные учреждения театры там где проектор может быть востребован ну и собственно наши традиционные сегменты которые мы всегда занимали бизнес и образование ну и заключение хотим сказать то что Epson предлагает не только само железо но еще и опции и программное обеспечение которым я также обещал рассказать напомню то что течение которое предлагает Epson для проектов оно бесплатно у нас есть платных программ дополнительный метод что мы предлагаем есть приложение Epson My Projection то есть на базе Android и iOS это приложение позволяет включиться к любому нашему вайфай и передавать упражнения управлять проектором можно это все скачать бесплатно на App Store либо есть приложение Epson Network Projection это программа бесплатно повторяюсь ее можно скачать на сайте Epson.ru в поддержке программного включения эта программа позволяет по нашему проектору по сети проводной по беспроводной сети ноутбук либо системный блок главное что у вас установлен там либо Windows либо операционная система можно с помощью программы одновременно подключить это упражнение на 4 проектора при этом можно разное проецировать передавать на эти проекторы и есть программа Epson Projection это программа которая также функционал включения передачи изображения но здесь отличие например можно одновременно к одному проекту включить до 50 эта функция удобна при занятии в учебных учреждениях либо для конференц-связи когда из разных всему миру подключаются от разных участников при этом подключаться как и с компьютера с мобильного устройства и одновременно они могут с этих 50 человек одновременно 4 разных изображения на один экран это кто-то один кто выбран модератором управляет происходящим изображения кто сейчас показывает кто находится в режиме ожидания это опять же бесплатно и также очень полезная и функциональная на мой взгляд DMP Monitor это программа мониторинга управления проекторами по сети опять же удаляю проводной но можно с помощью этой программы включить одновременно проектор и мониторить их состояние вплоть до температуры нагрева можно смотреть сеть проектор находится с какого источника можно его также можно им полностью управлять выключить сделать выполнить любую настройку ну и помимо всего прочего это включение и у вас теперь же откроется меню управления весь функционал который можно выполнять с помощью функционального управления по поводу аксессуаров для проекторов функционных я уже говорил про объективы кроме того у нас есть для всех проекторов наших есть стыковочные рамы есть наборы поляризаторов для 3d проекции есть вот это который мы предлагаем вот но это завершающий слайд предлагаю перейти к вопросу если есть вопрос по домашней давайте попробуем стараюсь ответить так по поводу экстренных передачи видеоконтента или ток управления ну насколько я помню речь управления по поводу передачи видео надо уточнять честно говоря сейчас сразу не готов ответить такого опыта у меня участвует ли компания Эпсон на интегрете мы там не участвуем у нас там никогда не было своего стенда я имею ввиду интегрете систем в России и вот мы естественно участвуем в органах но если вам будет интересно встретиться то я рекомендирую там быть завтра второй половине дня можете принять своими контактами и встретиться там в случае у нас у нас есть офис в Москве контакты офис на сайте эпсон.ру если вдруг неудобно так Наталья компания АВКлаб сейчас поделится моим электронным адресом вот но если вдруг сейчас не успеете писать всегда можете связаться с представителями АВКлаб например запросите рады пообщаться так я смотрю вопросы Планируется ли в iProjection добавить возможности экрана телефона или планшет на ios проектор Эта функция называется Screen Mirroring пока что не планируется но у нас в многих проекторах сейчас стала появляться функция Miracast функция которая позволяет зеркалить прямую Wi-Fi с помощью Miracast именно в iProjection пока функции нет iProjection позволяет отображать определенных элементов либо это если вы используете iOS это офисный документ Excel Word либо можно передать изображение браузера либо видео с камерой в прямую тюрьму есть ли ограничения по количеству сшил вопрос нет ограничений нету это зависит соответственно ограничений только у источника если есть компьютер либо видеопроцессор который готов разделить видеосигнал на тысячи частей пожалуйста можно сшить тысячу проекторов никаких проблем здесь со стороны абсолютно нет и вопрос по домашним проекторам 52.10 Full HD разрешение притормаживает всех режимов динамического так ну это технический вопрос на который конечно я сейчас не готов ответить потому что займет время нужно наводящие вопросы поэтому уважаемый Глеб можете потом ко мне обратиться вот у вас сейчас пожалуйста мой электронный адрес напишите мне в чем суть проблемы и мы с вами отдельно по поводу цветопередачи в динамичном режиме понятное дело что там она не идеальна у любого проектора динамичный режим максимальной яркости но к сожалению ущерб качества обычно либо уходит в зеленый цвет либо в желтый в зависимости от модели от производителя поэтому ну лишь рекомендации использовать в режиме если это бизнес проект режим презентации если это домашний проект то в зависимости от освещения есть режим гостиная в комнате либо в темноте режим кино вопросов было достаточно спасибо в любом случае за внимание готовы ответить на ваши вопросы потом после презентации вот для тех кто с нами еще работал призываю обменяться пожалуйста запишите мой электронный адрес пришлите приветственные письма либо зарегистрируйтесь на сайте партнерской зоны и узнаете кто отвечает за развитие оборудования Epson в вашем регионе свяжитесь с ним либо через AV Club если вам неудобно но давайте дружить давайте работать предлагать проекционное оборудование Epson заказчикам и заказчикам будет довольны ну спасибо еще раз и до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитры